что делать если вы порезали палец и нет никого под боком и нет аптечки так сказать и так далее так далее прежде всего совсем не паникуйте вот значит у вас всегда на кухне должна быть должен быть набор резиночек вот таких которые сейчас на пальце набор резиночек и первое что вы сделали когда вы подрезали палец данном случае я подрезал палец довольно сильно первое что вы сделаете это засовываете палец в рот и слюной промакиваете полностью всю рану слизывайте с нее всю кровь если крови много значит надо ее промыть и первым делом намотать резинку максимально плотно намотать резинку на середину предыдущей фаланги не на фалангу и не на сустав где находится палец а на середину фаланги максимально и поднять палец наверх поднять палец наверх облокотившись на стену чтобы сразу отток крови оттуда начался чтобы это сказать кровь не хлыстала простоять так надо минут пять-десять максимально максимально вы почувствуете сразу как начинает слегка пощипывать возьмите лук порежьте лук внутри лука вы возьмете если поперек отрежете внутри лука вы увидите как лук он у нас как рубашка к рубашке как говорится маленький кусочек который будет именно под ваш палец возьмите маленький кусочек и слегка надсечить и надсеките внутри чтобы он дал сок лук это великий антибиотик он даже круче чем йод и я всегда с собой когда ходили мы в лес надолго у меня всегда в кармане была луковица чесночина и два вареных яйца немножко сухарей это был мой в случае чего я знал что два-три дня я выживу вот поэтому используйте лук чаще если у вас допустим в доме человек болеет каким-нибудь гриппом берите лук мелко нарезайте его шинкуйте две-три луковицы высыпаете на тарелочки на тарелочки и эти тарелочки расставляйте в квартире чтобы она чтобы воздух который исходит от лука дезинфицировал воздух квартире проветриваете и снова выставляете так вот раз в день делайте такую ингаляцию внутреннего воздуха очищения от всяких вирусных бактерий попробуйте поэкспериментировать с луком в разных вещах даже допустим если вы не хотите чтобы яблоки у вас кисали бросить туда немножко лука и яблоки не скисну так чтобы не касался естественно яблок вот и делайте ингаляции просто дышите луком если вы чувствуете что заболеваете вот сейчас я немножко там будет видео вот а так в целом я все рассказал сейчас на видео там немножко так сказать добавится еще может быть какая-то чисто визуальная информация вот значит лук и потом поднять обязательно наверх и потом значит вот уже делать то что сейчас будет на видео и вот когда вы прикладываете лук эту часть вы его тут возьмите и немножко поломайте чуть-чуть чтобы вышел сок и вот так вот палец это место вот так массируете не сильно слегка потому что лук формирует определенный крестер который склеивает поверхности без шва и и крестер плюс еще антибиотик он практически восстанавливает а вот так делаете массаж вот такой вы помогаете сосудиком тоже так сказать там выживать вот допустим сделали сразу 4 петли ни в коем случае не делайте пережим это самая резинкой вот здесь вот на суставе сустав должен быть открытым то что здесь очень много сосудов на суставе а вот тут идут длинные сосуды а тут короткие тут капилляры их пережимать лучше не надо а вот здесь посерединке фалангу предыдущую фалангу перекрыли резанули палец понятно что надо вверх поднять значит 4 или 5 в зависимости от силы кровотечения петли резиночкой и поднять наверх сразу это первая функция чтобы остановить мощный поток кровотечения как только он останавливается заживление происходит буквально в течение нескольких минут там формируется сразу так называемое если вы порвали так сказать ткань формирует сразу там соединительные ткани там в общем формируется сразу корочка которая закрывает выход крови а в данном случае мы я срезал так называемый слайс вот я не знаю видно ли здесь срезал достаточно глубоко вот так вот где-то вот здесь вот так вот то есть тут чисто мягкая ткань задета и мягкая ткань она быстро встанет на свое место потом часть этой мягкой ткани конечно отомрет она здесь превратится в соединительную ткань которая потом как так сказать ненужная потом потихонечку отшелушится но как вы видите ни кровотечения ничего никаких признаков опасных таких нету и потихонечку каждые там не знаю там 10 минут полчасика потихонечку ослабляйте вот эти вот петельки надо давать все таки крови чтобы она потихонечку начинала проходить и вы будете чувствовать как здесь начинается напряжение в этом месте и вот луковичкой вот так массируете массируете вот так вот раз а там уже пошло напряжение поскольку кровь пошла видите палец покраснел значит кровь пошла а вот она кровь пошла а здесь уже ничего если опять пошла кровь подняли опять наверх и снова пережали но уверяю вас если сделать все правильно если там не резанули до кости там куда-нибудь еще глубже то вот этого достаточно никаких не надо ни йодов ни паники ни истерики ни страха ни боли вообще ничего даже приятно все вот теперь я сказал все спасибо